Илье. И-и-и-х. От и-и-ш. О-от и-и-ш. О-от и-н-расы. АРПОВ 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 Подскажите, вы сами собой заикаетесь или так же говорите, когда, например, дома читаете книжку вслух? Вообще, так, так, все в порядке. Не заикаетесь, да, сами собой? Нет, вообще. Травмы в детстве получали головы? Не падали нигде сильно? Не было. Не было такого. А как давно начали заикаться, с какого возраста? Ну, вот так вот. И... А... Илхла... Ра... Нише... Ли... Эл... Ш... 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 А... Вот. И... Эл... И я... Хмель Нинаг... Нинаг... Я... И... 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 У... 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 Уч... Иль. И... И... Вот. И... И... А... А... Стала... З... 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 А... И... И... В... 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 Это даже самая сильная степень, с которой я наверно сталкивался. Кто учел? Там очень интересная методика. Правильно. Но. Вот. 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 Вот так. И вот легче. Ну, вот так. Вот там. Мама мыла раму. Закрытым руком говорите. Это кто учил? Просто я не расслышал, извините. Это логопед учил у вас какой-то или кто учил? Да, да, да. Это было как давно это было? Это логопед в детстве учил или взрослый логопед? Что-то. Или чепочек. Это... Это там. И, 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 и Эмми. Вот так вот. Кто-кто? Ну, уже... Ж... Эээээн... Да, с ноль. И, 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 и... Пять... Вот так. Пять назад лет? Один разык, он на анас, и... Илхла, хла, флора, ай. Илхла, хла, флора, ай. Онаки, на а, на а, с, 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 об. И, р, 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 а, л, а. Илхла, хла, 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 хла. Понятно, вы просто блокируете себе языком и не можете ничего сказать, потому что вы мешаете себе языком. В общем, все ошибки, я вижу, они на лицо, конечно, сложно придется, если что, поработать надо этим, потому что реально. Расскажите, с какого вы города и сколько вам лет? Только по одному предложению. Выгладить их в консток. Трог. 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 Привет. Трог. И, р... И, р... Л... Понятно. А на какой должности работаете просто? А. Ю. О. А. Ром. Поваром? Да. А. А. Повар, в принципе, особо не речевает, да. Хотя, если шеф-повар, то там можно говорить, как в сериале «Кухня», там надо и это, говорите, сразу же строить своих подчинённых, чтобы не работали. А. 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 Вот. Ну, всё так в порядке. То есть, особо, смотрите, не приходится разговаривать, или вы просто говорите, но вам легко, когда поваром работаете, когда в работе, когда в деле, когда говорите, например, сколько нам это нужно для продукта, для еды. Да, да. Ну, всё в порядке вон там. А. Араб. Поц. Тех. Ну, cкак. А-как, там. Речь. Понятно. Так. Давайте сейчас поступим следующим образом. Я буду говорить слово, а вы за мною будете повторять, например. Слон. Слон. Машина. Машина. Маршрут. Маршрут. Маяк. Маяк. Солнце. А? Солнце. О. Ин. Ны. Я понял, понял. Сложные связки, конечно. Конечно, да. Ладно, будем проще начинать, например, ресы там, будем просто по слогам, по слогам начинать, потому что в вашем случае смотреть, короче. Ну, а, хотим, я сделаю репетицию. Па. Скажите просто па. Фа. Па. На. 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 Фа. На. Фа. Ра. Ра. Срава у меня всё в порядке, я понял, этого недостаточно, чтобы нормально говорить. Так, в порядке. Срава у вас всё в порядке, но этого недостаточно, чтобы говорить. Ладно, то есть ра-ра-ра вы скажете нормально, да? Ра-ра-ра. Ну, ра-ра-ра. А, вот, да, ничего себе. Ма-ма-ма. Радость? Ма-ма-ма. А? Радость, скажите. Радость, твой слleftи... радость. Значит, всё-таки можете говорить, да? Ну, я Вам говорил, по-моему, что... Ну, да, да, молдю... Ху, простой. А, вот. А, там, там. А, а. А, по поводу чего? Переживайте, по поводу чего? Без повода? Ну, ну, о, все равно, мы. Я вот так это... Три-три-три-три-три-три-три-три. О, чместе. О, чуять. О, шатнуться. О, веселиться. О, шихонец. О, шлина. О, шлость. О, штучна. Пощада. Пощечина. О, эзия. Поэма. Поэт. Поэтесса. Поэтика. Поэтом. Пояс. Пояснение. Поясница. Поэтика. Поэтесса. Поэтому поясница, рабапушка, правдоподобно правило контролировать медленную черепашку, чем призвого зайца. Так что не спешите. Вам необходимо привыкнуть говорить, не торопясь. К тому же это приводит к такой манере разговора, которую обычно люди уважают. Но основная причина, почему мы рекомендуем так говорить, заключается в том, что при этом речь становится более спокойной и управляемой. А следовательно, лучше реагирующие на терапевтические приемы. Кроме того, неторопливая речь подавляет чувство нехватки времени, пытаясь, пытаясь закончить слово до того, как запнулись. Однако это приводит к лишнюю напряжению и усиливает заикание. С целью под давление нехватки времени рекомендуется также во время разговора и делать небольшие паузы между фразами или предложениями. Это позволяет ослабить напряжение. Помните, что речь, состоящая из коротких фраз, под делённых паузами звучит лучше. Хорошо звучит. Самое важное здесь это во время заикания скоро лезть по словам. Как можно более спокойно и неторопливо. Продолжение следует... 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 Неприятелю вы сможете заикаться не так сильно, и частота заикания уменьшится. Некоторые пытаются справиться с заиканием, как бы выталкивая слова. И в то же самое время, как бы выталкивая слова. И в то же самое время, как бы выталкивая слова. И в то же самое время, они зажимают губы. Или плотно прижимают язык, тем самым рождая путь потоку воздуха. Это абсолютно бессмысленно. И не можете пить из закупоренной бутылки. Научитесь произносить слова легко, даже если вы заикаетесь. Попробуйтесь избавиться от привычки насиловать свою речь. Скоро его переведут на военный корабль. 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 Так, что еще? Еще у меня есть собака. Собаку зовут Лаки. 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 Собачке уже шесть лет. Мы нашли рыжего щенка на улице и взяли к себе. Лаки. Ну вот. Еще, еще у меня есть родная сестра. Сестру зовут Светлана. Она работает стоматологом. Стоматологом. У сестры есть дочка. Моя племянница. Клемянницу зовут Марина. Марине двадцать пять лет. Она работает логистом. 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 Марина очень похожа на меня по характеру. Такая же жизнерадостная и позитивная. Я люблю читать психологически. Ну, сложное слово. Психологические книги. Например, я увлеклась автором Вадим Зеланд. Психологический книг. Он интересно пишет. Ну, вообще интересно пишет вот. Ещё мне нравится автор Олег Крой. Он тоже интересно пишет. Ещё я люблю вышивать песни за крит. Спасибо за просмотр! Крестиком. 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 Вот, между прочим, я сама вот эту вышила. Вот. Вот. Ещё я очень-очень. Активная. Я люблю, наверное, потому что у меня нету мужа. И я всегда занимаюсь спортом. В январе я бросил хритвы на жорку. Вот, потому что у меня начали болеть ноги. Я хожу на йогу по уцерам. Крестиком. 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 Форекс. Как forecastать? Клоун. Клоухне. Клочок. Клоун. Crypto. Клоушень. Сглазил. Сглазил к меня. Клочок, клубень, клюква, клубень, 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 Клюквенный ключ, 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 ключ Ключонка, книжонка, кнопка, кнутовище и еще что-то. Книзу. Книзу. Коалиция, книжа, коалиция, кобаль. Сверху лежат кусок телявичей шкуры, на котором было написано «враги напали на мою страну и я закопал все золото городовского». Я навещаю его моему сыну. Маленький бог сразу решает. Сейчас ровно сяду, но я вообще не так и так. Маленький бог решил лежать королю. И объявить ему о находке. Маленький бог. Маленький бог. И донесли, будто он хотел похитить королевскую казну. Маленький бог. Маленький бог. Бывка, беленький. Там… Стой. И… И они… Остановились. Когда он решил, что эти пашмаки, он решил, и он сказал пашмакам, перья не съесть. Нет, нет. Ну потому что перья, по-моему, что вот такое сделал, и что-то такое. Ну, да, если не так, не так. Ну, это я заметил. То есть, неужели-то не было, то есть, перья, то есть, это... Вкус не то, что главное на вкус, и надо не в ущерб технике делать правильный вкус. То есть, если в ущерб технике, значит, не само собой не так. Конечно, можно так, типа, много равных, а там где-то звуковое, но не нужно. Нет, так нельзя. Первое правило, это база вообще, кстати. И эта база не давить, база не давливать для того, чтобы сделать это конца. То есть, не через давку делать. Потому что через давку, это куда-то. То есть, нет. Это как просто петля для нормальной речи, для нормальной петли. То есть, оно же стимулирует петлю, потому что, я думаю, что именно на твоей тему. Нет. То есть, чтобы она была свободной. Но для этого нужно не через давку делать. Он сказал прежде. Он сказал вашемукам, несите меня в другую сторону. И оказался на площади. А на площади стоял кланшатай. Кланшатай же, да. Киноплощадь, где стоял Глашатарь, и говорил, объявляется Киноплощадь, где стоял Глашатарь, и говорил, объявляется Конкурс, чтобы быть королевским скоропроходом. Маленький мук решил участвовать в этом конкурсе. И все скоропроходы начали над ним смеяться. Но маленький мук пришел самым первым на старт, и его взяли с королевским скоропроходом. Король сразу его полюбил и хорошо ему платье. Одна. Полюбил, то есть нейтральный идет для нас. Как мы говорили, там, па, то есть разжимает, потом любил, то есть просто передвижение. Не вот так вот полюбил, то есть без разгонки, без раскачки, без технических действий. Полюбил. Однажды маленький мук пошел скоро в левский сад, и там на пол сундук с золотом на фатоном было написано. Музыка. Продолжение следует...